Сколько Н в слове удлинённый? Три Ваш любимый вид помидоров? Черри Сколько сейчас стоит проезд в трамвае? О Самый знаменитый городач? Карл Хайнрихович Маркс Вы могли бы зарезать курицу? Наверное, мог бы, но не пробовал Вот вы и выдали себя Дайте свет, камеры, мотор Вау, Анатолий Вассерман Ну, наконец-то, наконец-то, друзья Наконец-то, друзья, мы дождались этого момента В нашей онлайн-геймеровской тусовке Человек, который соперничает по интеллекту и знаниям с википедии Анатолий Вассерман Я Шаляпин Михаил Стасов Катя Марс Ну что ж, Анатолий Сегодня, будьте готовы Мы вас научим Нехорошим Я не я в моем мире А на моем аватаре Ну что, Анатолий Мы вас просветили полностью Было тяжело, но мы постарались И я хочу констатировать факт Что вы не принадлежите этому миру Да-да-да Вы путаетесь в показаниях Значит, в трамваях вы не едете Потому что прайс стоит 28 рублей И можете зарезать курицу В трамваях-то я на самом деле езжу Только покупаю карточку сразу на год А я бы вот не смогла курицу зарезать Купила на рынке, давеча себе Живого карпа, ну совсем живого А мне продавчица говорит Ты его молоточком прям так Помогла карпа покинуть наш бренный мир? Ну нет, конечно, о чем-то Он же такой хорошенький Теперь у меня есть свой зеркальный Артур Кажется, он меня уже начал узнавать Ты когда меняешь прически, я тебя вообще не узнаю Это значит только одно То, что карп умнее тебя Но, Катя, ты молодец, что заговорила сейчас о домашних животных Потому что сегодня, мои дорогие друзья, играем в троицарстве Сейчас каждый из нас выберет себе питомца И надеюсь, он будет менее костлявый, чем твой Артурчик Игра в троицарстве, она вернет нас всех Вас, Анатолий, в наше прошлое Скажем так, даже просто по названиям объектов Видно, что это некая фантазия Похожая на нашу историю Ну, примерно так же, как Анатолия Супячки Похожа на меня Переведу для телезрителей, которые не имеют три высших образования И не знают все из Википедии А мы возвращаемся в мир древних славян Этот мир населяют отважные, мощные, а главное, безумно агрессивные персонажи Ну и, конечно же, монстры Анатолий, вы храбрый человек вообще по жизни? Дрались в школе, может быть, в одном из восьми институтов, которые вы закончили? Институт я закончил всего один Все остальное Фейк Когда в школе доводилось драться Трусил отчаянно Обходилось в основном благодаря тому, что вовремя завел себе крышу Один из самых сильных одноклассников Списывал у меня домашнее задание И за это не давал другим сильным одноклассникам на меня нападать С тех пор у меня нос кривой Традицарство это не какой-то такой простой, банальный и тупой шутер Эта игра сделана на основе моей любимой книжки О, все, все, я ухожу Мы не договаривались, что будем играть по Камасутре А вот Анатолий даст соврать, у любого знающего человека есть две любимые книжки Ну-ка И одна из них Юрия Никитина Это этого Никитина, правильно? Который про этих... Про собачку песню написал, да? О боже, пошли мне умных соведущих Юрий Никитин написал великолепную книжку, которая называется «Трое из леса» Не читали вы, Анатолий, «Трое из леса»? Ну... Не считай собаки В общем, скажем так, о существовании этого писателя и его книг я знаю Но так уж вышло, что в основном читаю так называемую альтернативную историю Поскольку вы не читали, я зачитаю вам, что пишет Юрий От древних авторов дошли сведения, что задолго до возникновения Киевской Руси На тех же просторах существовали могучие государства Куявия, Славия и Артания Вы за кого будете играть? Вот, например, за Артан или Куявов, к примеру Вот Артани, они сильные и отважные А Куявы сильные и отважные Поскольку я родом из Новороссии Которую Украина оккупировала в 1918 И которой я до сих пор эту оккупацию не простил То за Куявию играть не буду, а буду играть за Славия Верите ли вы там Носовскому и Фоменко? Там нечему верить, там можно все довольно точно знать Можно очень точно установить самые разнообразные исторические факты Друзья, это очень такая богатая идея делать игры по книгам Представляете, вот, например, по Тургеневу Муму бы сделали, такой Герасим весь в доспехах, в татуировках Против бабушки-помещицы сражается Представляете, у нее там сзади Муму такая приспешница Ну а вы бы какую бы, Анатолий, хотели бы книгу поиграть? А я бы, наверное, предпочел Что-нибудь по мотивам Иоанна Хмелевской Отличный выбор Дамские детективы Скажите, пожалуйста Вот здесь есть много питомцев, которые мы можем выбрать себе Я вам, позвольте, зачитаю некоторых из них Ну вот, например, есть Кречет, Черс, Вульрок или Хруп Огнеклык, Зверцы, Шундра, Урх, Бураж И такое ощущение, что я сейчас вызову к чей-то духу Из всего этого больше понравился Огнеклык Огнеклык Вы знаете, что это мне напомнило? Проводились исследования С чем ассоциируются отдельные звуки В этих названиях как раз собраны звуки Которые считаются на слух опасными Здесь, кстати, есть вот две укоротительницы Это Малиса и Зария И они за умеренную такую плату прокачивают ваших питомцев То есть дело из таких пушистых, нежных зверушек Таких мощных убийц А скажите, как вы думаете, у вас есть талант дрессировщика? Пробовали к вам дрессировать? Мух Только людей С переменным успехом Вообще человек умное существо, на ваш взгляд? Вот остальные люди, помимо вас, умные? Да как вам сказать Чем умнее человек, тем больше глупость Которую он в состоянии придумать А какую вы самую большую глупость придумали, на ваш взгляд? Собственный обед целомудрия Не к ночи будь помянут О май гад! Не могли бы рассказать поподробнее? Просто серьезно, я слышу об этом впервые Да Давняя история, когда Сдуру решил подкрепить теоретический спор Практическим доводом И сейчас сожалеете об этом? Естественно Простите меня все, а виртуально секс читается? Ну, естественно Отсутствие практики Возмещаю углубленным изучением теории Ребят, давайте уже рубиться Потому что я засиделся уже Мих Анатолий, вот вы, я смотрю, уже рубитесь Расскажите, какие ваши первые впечатления От пребывания в этой игре? Ну, какие? Более-менее правдоподобно Правдоподобно Что у вас сейчас там происходит, расскажите Я, к сожалению, не вижу Да вот, дерусь с каким-то товарищем, который по виду раза в два тяжелей Ну, я вот подглядываю и вижу, что Не очень понимаю, как Неплохо получается Но вроде получается Неожиданно победил Мы аплодируем Первая победа Анатолия Ластермана в онлайн Это практически вы лишились только что Интернет в детстве Смотрите Тут какой-то монстр страшный Ларка Кровопийца Она и тут меня достала Кто? Ты о чем? Моя бывшая Лариска Что там об этом монстре? Прочитай, пожалуйста О, господи Ларки Кровопийцы отличаются от обычных ларок Постоянной потребностью пить человеческую кровь Которая кажется им настоящим нектаром Отсутствие любимого лакомства сводит этих тварей просто с ума Они готовы на все, лишь бы вновь вонзить свои клыки в человеческую шею Да, узнаю, Лариска Про тварь все правильно, про Кровопийцу и про клыки Один в один Ты же на ней жениться собирался Собирался Собирался, но не хотел Понимаешь, у каждого мужчины, ну, бывает такое Когда ты сталкиваешься перед выбором Либо жизнь в браке, либо жизнь вообще Слушайте, Анатолий, а вы дружите со своими бывшими? Я дружу со своими будущими Готова моя девочка Извините, только что вот случилось это Да добро победило зло И поставило его на колени И достало дробовик и выстрелило в голову В этой игре все может случиться И я думаю, может быть, и стоит даже покурить иногда перед некоторыми квестами Вот, например, сейчас я призываю вас всех пройти квест, называется который Загадочный Кахаллонг Внимание, я читаю задание Да, давайте, внимание, давайте, давайте, внимание Читаем задание В жвалах гигантского муравья вы обнаружите загадочный предмет белого цвета И что, я должна вот это брать руками? Ты не помнишь, как бабушка говорила Внушка, если увидишь огромного муравья, то в жвалах его найди белую жидкость и принеси ее мне И улетел Ты же успокоился? Успокойся, пожалуйста Я могу прочитать дальше? Да, конечно Это находка, минерал Кахаллонг Убивая этих чудовищ, вы имеете шанс получить ценный минерал За каждый из которых десятник будет награждать вас боевым снадобьем Во! Вот так же я в детстве бегал за пивом дяди Володи Зная тебя, это было небезвозмездно Ну, конечно, 10 копеек И в итоге что, дядя Володя спился, а я купил себе мопед Смотрите, сколько здесь жутких монстров Чурпыр, Жарагар, Мохнатый Харн Мохнатый Харн Взрослеющей девочке Кате во снах все чаще приходит Мохнатый Харн Это мне напомнило песню Бориса Бурды Типовой сценарий голливудского исторического фильма Побывав у висталок в притоне, как у греков велось испокон В злототканом пурпурном хитоне шел по форуму Конунг Саргон Любого историка этот текст повергает в гомерический хохот Так, все, с муравьями разделались Кто у нас следующий тут? Может быть, молодые люди мне поможете? Мне нужна трава, ну, как можно больше травы Ну, а мы-то против наркотиков Как бы наша программа тебе намекает Катя, завязывай, давай с травой и играй в троицарстве Здесь картинки намного ярче и круче А вы как к травеотности? Экспериментировать со средствами проламывания черепа изнутри не хочется Займемся благотворительностью Здесь есть отличный квест, называется «Помоги сиротке» Я только за Тогда слушай Сиротка говорит, что ей хочется Чтобы у нее была расписная матрешка Тем более, хочу заметить Она просила расписную матрешку, а не резиновую и не с моторчиком Это очень важно Женщины такие капризные Женщины Это вообще всегда подарок Даже если они очень не подарок Отлично Давайте поаплодируем Это гениальная фраза От Анатолия Уазермана Мастер мне не дает матрешку Нужно еще семь трухлявых колодней убить, говорит он Семь кого? Страшное творение ящура хищный и кровожадный древесный выворотень А теперь я знаю, как зовут твоего кота, Миха Выворотень! Ну, один разочек тебе ботинки востошнило, все А чем же убивать этих колодней трухлявых полагается? Оружием наплечники титана, наплечники карающей тлани и наплечники доблести Ну, наплечники сейчас не модно А вы модная штучка? Ой! Как его оценивать? Я предпочитаю не следовать моде, а создавать ее Слушайте, а это что такое? Вылетело Золотой жук А, ну, ловите его скорее, у меня же на насекомых аллергия Готово, несем матреш Ну, хорошо, это была программа YoGames С вами было очень приятно Анатолий, скажите, как вам эта игра? Вот, давайте подведем итог Ну, понятно, для того, чтобы в ней всерьез разобраться и вжиться Нужно немало времени Но то, что успел попробовать, вполне симпатично А если у вас было бы время свободное, играли бы вы, отдыхали бы в этой игре? А если бы у меня было свободное время, я бы занялся троицарствием в реале Отлично, браво! Скажите, пожалуйста, а как вот онлайн-игры развивают мозг? В троицарстве я вот часто играю, и у меня начинает мозг работать Онлайн-игры, чем лучше игр один на один с компьютером? Тем, что когда сталкиваешься с реальными противниками Действительно приходится думать активнее В этом смысле они, конечно, полезны Некоторую тренировку уму действительно дают Ну, это если бы Гитлер играл в онлайн-игры, второй мировой не было бы Да нет, просто не было другого выхода, кроме как в войну Конечно, нынешний выход в онлайн-игры безопаснее Каждому найдется действительно серьезное, полезное и востребованное занятие Вместить в одну нашу маленькую программу все знания Атолия Вассермана Нам не позволяет время Мы, возможно, сегодня чего-то не узнали, но некоторые зрители, думаю, выспались КОНЕЦ КОНЕЦ